здравствуйте друзья вопрос вечерний зовут дмитрий мне 25 я из алтайского края где работаю дантистом в госучреждении денег не хватает даже на съемное жилье и мы бы тут у нас донтистом поработать квартал вокруг скупил невеста еще учится осталось два года для пол до получения диплома врача 2 нищих будет да значит в этом году первый раз подал заявку на деви 2018 а девушка невест подала или что английский изучаю через интернет ресурсы поднялся до уровня intermediate с beginner ой сейчас изучаю кей по вашим курсам с youtube о том что перееду даже не сомневаюсь помимо лотереи другие варианты тоже проработаны но молодец вопрос другом начальная сумма с которой поедем не будет превышать 10000 долларов это у нас сегодня уже был один суд раз действует еще будет ли хватать денег на двоих если работать в кей насколько реально доучиться на дантиста и при этом совмещать работу чтобы на жизнь хватало насколько вероятно родить в сша сразу после приезда и не залезть долги и не сидеть у разбитого корыта это конечно в элфер сел и долгов нет но можете конечно не жируешь особо да значит речь идет о том чтобы по приезду сразу родить ребенка так как у невесты возраст уже требует этого жена само собой работать пока не будет все расходы на мне и имеет ли смысл приехать сша до переезда по программе изучения языка посмотреть страну получить язык что было проще может начать подготовку документов или не имеет смысла тратить деньги которых и так немного город по большому счету будет зависеть от того в какой мед колледж примут по приоритетам конечно калифорния а именно с сакраменто либо алабама монтгомери конечно рассматриваем и другие варианты такие как оба омаха или в чикаго еще целом конечно штат зависит от того в какой колледж примут извините за сумбур вопросов сидел думал как бы чего важного не упустить спасибо большое заранее за ваш ответ подскажите можете от чего упускаю из подготовки находясь здесь в россии в планах поднять английский до advanced и начать работать к ей удаленно на freelance.com и его подобных ресурсах также составляю план действий из того что нужно первым делом сделать по приезду в штаты да друзья вот такие жизненные коллизии у нас бывают надо сказать что был у нас тут один дантист и вот если вы пойдете сделаете пояс по каналу вот на слово дантист вот прям сразу его и увидите этого дантиста а может и даже парочка была вот приезжали людям но они правда были без семьи и тем более они не рожали детей тут на ходу но переучивались из дантистов нашего брата тестировщика легко с удовольствием я не знаю чтобы кто-то из них потом пошел снова в дантисты хотя это не как бы не заказан путь но я бы вот вот что сказал если мы для начала сразу изолируем проблему того чтобы ему быть снова дантистом как это есть пословица восточная широко шагаешь и штаны сломаешь да значит вот не надо широко так шагать то что штанов не напасешься потихонечку если мы говорим про то чтобы может быть когда-нибудь стать ему снова дантистом то тогда ему придется такой путь проделать значит у него есть жена жена будет работать я не знаю кем может быть дантистом а может еще кем поможет тестировщиком а может я не знаю кем еще но того что зарабатывать будет жена им должно хватать на то чтобы содержать всю семью вот она будет содержать всю семью а он тогда будет переучиваться на дантиста это может занять там некоторое время не обязательно быстро произойдет вот допустим 3 4 5 лет например и он станет дантистом но для того чтобы ему стать дантистом ему надо чтобы кто-то его это время содержал вот вот так так я это вижу как реальную вещь а так чтобы он где-то там работал а по вечерам учился на дантиста я с трудом представляю вот значит теперь про дантистов забыли то есть мы поняли что начали отошли в сторону немного рожать она хочет но может вам там на месте родить уже с ребенком приехать я даже не знаю но дело в том что 10 тысяч долларов при каких-то обстоятельствах это очень существенная сумма например если вам не нужно ни на что больше тратится вы можете купить там автомобиль там тысяч за 5 за 6 очень нормальный такой для ваших целей еще у вас останется 4000 на что-нибудь еще 10 тысяч вы можете потратить например там я не знаю 6 7 тысяч на на то чтобы заплатить адвокату за услуги по оформлению политического убежища сейчас они стали больше брать вот я помню еще год назад многие брали по 6000 сейчас я вот с ребятами разговаривать ты знаешь вот тот что брал 6 он тебе берет 7 с половиной действительно я заметил я замечаю что есть такое потому что их на части рвут как бы да то есть рынок рынок поддерживает это дело то есть принципе можно сказать что у них есть денег буквально на то чтобы рассчитаться с адвокатом и больше ни на что и нет ну там down pay недавно депозит дадут за съем квартиры вот собственно и все опять ничего такого у них нету мысль о том что у них есть какие-то еще планы по легализации кроме грин карт лотереи ну а какие ну хорошо политику я понял да это мы все понимаем приехал подал на политику через полгода есть разрешение на работу пошел работать там тем же тестировщиком а что у него еще есть теоретически он может оттянуть как бы вопрос легализации тем чтобы быть на студенческой визе например там по изучению иностранного языка если вдвоем женой там удастся находиться одновременно они могут там нелегально прирабатывать и может быть они там даже там штучку в месяц там или может быть там полторы а может быть такие герои что и две штучки смогут откладывать там на что-нибудь еще я даже не знаю а только потом подавать на политику это это уже их дело это тонкости пусть разбираются сами но мысль о том что денег у меня нет а я еще хочу и родить тут но потому что время так подходит в общем то что надо уже родить но так ты смотри самую как как чего ну потому что за то чтобы родить вас денег не возьмут если у человека денег нет поради родить ему помогут а денег не возьмут потому что ну а чё с ним лететь и денег нет это как раз не вопрос вопрос том как дальше жить вот есть жена есть ребенок жена пока не работает есть муж который должен их содержать допустим что к моменту когда они завели ребенка у них уже ну надо полагать уже есть разрешение на работу он как бы вполне легитимно может работать ну почему нет в принципе если он находится где-нибудь я не знаю там во флориде да я про про омаху я ничего не знаю ну допустим во флориде где-нибудь там в майами в тампе вот там много работы там хорошо там все очень дешево и тоже сакраменто где вот он говорил да пожалуйста сакраменто сакраменто им будет труднее с первой работой такой нелегальный пока они будут получать политическое убежище если речь об этом то там сложнее с подработками поэтому я бы в этом случае бы ехал в майами вот или нью-йорк может быть но во всяком случае не сакраменто сакраменто известен тем что там с этим сложно если только вот может быть на стройку там ну в русскую бригаду какую это это непонятно сколько он там дантисты там может строительную работу выполнять конечно хорошо что он там формы читает видео смотрит составляет список дел которые нужно сразу сделать и так далее но ты не можешь этот список составлять вне контекста основных задач которые надо решать и основная задача которую надо решать это легализация уже пока у тебя легализация нет ты вообще ничего не можешь кроме как вот тратить свои десять тысяч которых собственно у тебя все равно нет их потратил уже на легализацию и там на первые расходы свои вот и ты должен жить ну вот как как жить будешь вот это и есть вопрос на первые там 6 7 месяцев вот после этого проще потому что он может уже начать работать хоть кем-нибудь даже если он не пойдет работать тестером там на 25 долларов в час на пойдет работать не знаю кем там на 12 уже не так плохо в том смысле что уже какие-то деньги уже можно как-то двигаться вперед уже он нет но как бы сказать не голодает на улице не живет его с квартиры не выселяют а дальше можно потихонечку там наращивать темпы вот у нас есть знакомый вы видели его у нас на канале с женой когда мы ездили в италию со светланы вот они нас вы вывезли таких большие европейцы вот и они когда приехали сюда им было лет двадцать там один вот и закончили техникум и вот этот вот парень его тоже михаилом зовут он каждый месяц там куда-то переходил то есть они приехали вклад в сигарку поставили он там покидал уголек месяц потом куда-то ушел в ресторан потом из ресторана на склад со склад там еще куда-то то есть он за год на этом десяток рабочих мест поменял где-то денежки больше где-то теплее там где-то остается время на занятие там не знаю чем а потом институт закончил да вот он в киеве закончил техникум а в сша уже получил бакалавра он доработался до начальника отдела в машиностроительной фирме а потом стал своим бизнесом заниматься последние лет 20 него свой бизнес он занимается страхованием и так далее но и собственно не деточку и собственно двух деточек тут родили но не сразу но не в один день все происходит понимаете поэтому конечно в 20 проще в 20 не горит сразу заводить деточек но это пример того как человек двигался с места на скакал улучшал совершенствоваться то есть не обязательно чтобы получали много денег первый день вот но вы должны себе иметь ответ на вопрос на если денег немного то как вы будете жить на эти небольшие деньги как поэтому я думаю что если речь идет о политическом убежище а я ничего другого пока не услышал то есть я и этого не услышал но как бы я я не вижу что там еще будет так вот надо искать такое место где можно подработать будучи на политическом убежище в процессе получения соответственно нужно такое место где много работы нелегальный и где ну есть адвокаты как бы зарекомендовавшиеся которые тебе помогут оформить и пошло и поехало вот так вот а вот 10 тысяч я бы берег да и сказал бы себе на из на адвокат потрачен а на машину у них уже нету обратить внимание у них вот на на это есть на то еще нету что еще я бы сказал мой мой совет такой я понимаю что может быть вам там уже пятки жмут там на этих туфли жмут вот но я бы закончил институт момент на месте вашей девушки жены дать я не помню жена вот невеста в общем я бы на ее месте закончил был высшее образование завершил бы его потому что с завершенным высшим образованием у нее здесь появится много перспектив не надо будет заново учиться там на врача если она захочет быть врачом она сможет пойти там немножко переучиться сдать экзамены это уже намного 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 проще вот если захочет но и по любому высшее образование закончено иметь хорошо то есть если это не вопрос жизни и смерти то я бы вот закончил бы сначала завершил бы образование так мне кажется мой такой совет хотя там не было сказано что вот мы собираемся ехать завтра но завершите образование следующий момент ехать ли им как туристам сюда чтобы посмотреть ну конечно жалко денег но и чего быть если у вас всего удовольствия в жизни там что 10 тысяч и вы сейчас поедете и потратите я не знаю там 4 это если вам так хорошо будет дешево все так мы вы можете и больше потратить но с другой стороны есть шанс что вы приедете посмотрите потратите половину своих сбережений и поймете что вы не хотите в америку и это решение очень дорого стоит то есть вы как а ведь как я сэкономил мог потратить все 10000 и потерять свою работу где мне ничего не платит и так далее но значит может быть там есть что-то еще кроме вот той не платящей работы что вы скажете вот это окажется было важным а это думал это все вот вокруг денег которые мне не заплатили не знаю никто не знает я вам больше скажу может получиться вы приедете вам очень понравится до тех пор пока мне приедете совсем а когда вы приедете совсем вы поймете что совершили большую ошибку другой вариант что вы приедете и вам не понравится и вы опять совершите большую ошибку потому что мало ли что вам там понравилось или не понравилось во время туристических впечатлений а вы еще спросить себя а если деточка у вас родится вот там на алтай вот и деточку вас родиться в соединенных штатах это две разные судьбы будут у деточки поэтому вы в целом подумайте потому что если скажем вы уже решились и определились и весь вопрос только в том где конкретно это произойдет без разницы где вот там где легче дают политическую бежи туда езжайте вот вот и все это же не на всю жизнь ну там побудьте там пару лет и все потом перейдите страна большая условия разнообразные вы за это время языка наберете опыт приобретете и у вас появится возможность выбирать уж когда ты начинающий ты не сильно выбираешь скорее тебя выбирают вот потихоньку да я честно говоря не знаю какой возраст у девушки так как туда так напугал там если 35 это одно а если 28 ей пора бы уже то может быть она пару-тройку лет и подождет тоже понимаете там 28 31 невелика разница скажем там 2 21 и 28 это уже существенно а 28 30 31 ничего это это не запредельно это не то что вы там 40 приближаетесь и когда же будете рожать это все-таки очень разные вещи поэтому может быть на это посмотреть тоже или сказать себе но в конце концов это еще не настолько критично ну даже не знаю но вот может быть так но все смотрите разбирайтесь уточняйте свои вопросы все у вас впереди в частности у вас впереди прояснение этой ситуации которая может приключиться так что я думаю что и я сам и про себя точно могу сказать а те кто нас слушают люди и они как бы уже начинают там сопереживать сочувствовать принимать участие в вашей судьбе так что ребятки вы не пропадайте и по мере того как будут какие-то у вас там новости подвижки давайте знать в общем а тестирование дело хорошее конечно я думаю что даже сейчас вы если там из дантистов которым не платят деньги превратитесь в тестеры которому платят я честно говоря не знаю там на алтай этом барнаул то может еще в каком-то месте вы живете я не знаю может быть это большой достаточно город и там есть какой какая-то айтишная работа может быть там даже и тестирование есть то есть я не удивлюсь если есть если в новосибирске полно например ну вы там конечно не не прям там но все таки вот в том направлении есть такая работа и владивостоке есть и в хабаровске есть и в новосибирске и в томске в омске и так далее может быть и у вас там тоже есть я не удивлюсь если есть так что дерзайте счастливо